Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Анелли, и сегодня я вместе с вами хочу сделать вот такой макияж. Делать я его буду при помощи палетки от бренда Tami Tanuka. Палетка эта новая и для меня, и вообще на рынке в продаже она появилась буквально на днях. Палетка называется Коронация, так она выглядит снаружи, похоже на купание чародейки, только у этой более молочная обложка. Так палетка выглядит внутри, здесь 7 шиммеров, это тоже объединяет ее с палеткой купание чародейки, потому что там тоже только шиммеры. Здесь они, мне кажется, с таким более металлическим финишем, многие из них, но также здесь есть мультихром. Но вообще сегодняшнее видео примечательно тем, что я могу сегодня сказать. Эту палетку мне прислал бренд для обзора. Я вообще принимаю поздравления по этому поводу, потому что это большое дело для меня. Вы знаете, что я хорошо отношусь к бренду Tami Tanuka. Я тут специально приготовила показать вам. Это то, что я у них уже на сегодняшний день купила, и до сегодняшнего дня вот это все я покупала сама, без всяких скидок, ну в общем, как и все другие пользователи. А вот эту палетку мне прислал бренд, буквально на днях они со мной связались и сказали, что хотят прислать мне две палетки. Палетка Коронация новенькая и палетка, которая выходила у них некоторое время назад, но которой у меня нет. Палетка называется Flaming Gold или же русское название Лев. Так палетка выглядит внутри. Она немножко чумазая, потому что я уже сделала свочи, но про эту палетку будет какое-нибудь отдельное видео. Сделаю какие-нибудь макияжи с ней, но сегодня у нас героиня Коронация. Здесь семь оттенков, все из них шиммеры. На мой взгляд, эта палетка не самостоятельная, это такие украшалочки. И для меня к этой палетке потребуются какие-нибудь матовые, какие я вам сейчас покажу. Но для начала свочи. Мне кажется, что на свочах заметно, что один из оттенков, который называется 086, между прочим, 86 это год моего рождения, имеет мультихромный перелив. Мне понравилась эта гамма, но, как я уже сказала, она, на мой взгляд, не самостоятельная. Это такие украшалочки, блестяшечки, которым мне нужно что-то для оформления матовые. Упаковка у палетки стандартная для этой серии, то есть стандартного формата, и отличаются они только оттенком. Вот у меня три палетки. Это Коронация, посередине Купание Чародейки и Зов Тумана, которая недавно появлялась на моем канале. К слову, палетка Купание Чародейки, про которую я не снимала какое-то отдельное видео, она моя любимая на сегодняшний день у бренда Тайм Танука. Я еще не пробовала то, о чем я говорю сегодня, но вот до сегодняшнего дня. Это моя любимая палетка, думаю, что она ей и останется. Я про нее не снимала видео, просто потому что я не знаю, как передать ту красоту, которая здесь есть. Это так же, как и мультихромы. Трудная для меня задача технически. Ну, в общем, они все не белые, а все переливаются каким-нибудь цветом, и вот эту палетку я очень люблю. Эти три палетки из одной серии Adventures, они одного формата, но разные по стоимости, потому что, как говорит бренд, они используют разное сырье. Самая дорогая из них это Купание Чародейки, которую я горячо люблю, но, к сожалению, на камере она выглядит так себе в жизни. Вот такого рода мультихрома, дуахрома на прозрачной базе – это то, что вызывает во мне много эмоций, и то, к чему моя рука чаще всего тянется. Я думаю, многие из вас заметили, что мне палетки Тайми нравятся, мне очень нравится то, как они подбирают цвета, поэтому получить такое предложение от бренда, предложение прислать мне палетки для обзора, меня обрадовало, и дело не в каких-то бесплатных палетках, а в самом факте, что бренду интересно прислать тебе что-то, они заинтересованы в сотрудничестве с тобой. В общем, меня этот факт порадовал, а еще порадовало, что они от меня ничего не требовали взамен. Ну, знаете, вот вы должны за это выложить семь постов, снять там три обзора, чтобы все были положительные, вообще ничего, никто от меня такого не требовал, не просил, даже намек не было, вообще было только одно сообщение. Здравствуйте, мы Тайми Танука, мы бы хотели прислать вам палетки, если вам это будет интересно. Хотим прислать вам палетку такую-то и такую-то. Если вам это интересно, дайте, пожалуйста, ваш адрес. Это все, что они мне написали, за что я им благодарна, и сегодня я здесь буду делать макияж с этой коронацией. Поехали! Если спросить меня, что бы я взяла в дополнение, то я тут, знаете ли, вот просто не вставая с места, взяла кучу палеток и думаю, что мне из этого использовать. Во-первых, напрашивается вот такая палетка от Dose of Colors Marvelous Moves. Так она выглядит здесь, только матовые оттенки, такие лиловые, и мне кажется, они будут хорошо сочетаться со многими шиммерами из коронации. Палетка Persona, точнее от бренда Persona, палетка называется Identity. Здесь тоже есть базовые оттенки, они будут хорошо сочетаться с теми шиммерами. Палетка от Анастасии Воеводиной, тоже только матовые тени, и они будут хорошо дополнять коронацию. Ну и конечно же, конечно же, вот такая моя любимая базовая палетка от Sydney Grace. Палетка называется Enduring Love, и здесь вот всякие матовые, которые тоже можно использовать. И это только то, что я вот сейчас не вставая с места. Кстати, вот еще, пожалуйста, палетка, которую я упоминала недавно в видео. Это палетка от Mark Jacobs с прохладными матовыми, которые тоже можно взять как дополнение. Ну и конечно же, палетки Tami. Я вот для примера взяла две, те, которые у меня есть. Это палетка, которую я уронила и разбила в одном из видео. Она называется Корабль или же Роза Ветров. Не знаю уж, какое правильное название на русском. По-моему, Корабль здесь так написано. Здесь есть матовые, которые тоже, как мне кажется, подойдут. Дивный голос скромной птафи. Это то, с чего, наверное, началась моя любовь к этому бренду. Мне кажется, что здесь отлично подобраны цвета. Я должна теперь что-то выбрать. Начну наносить базу под тень и буду пока соображать, какие матовые мне взять. В качестве базы сегодня у меня вот такая штука от Makeup by Mario. Это новые праймеры под тени для меня. Последнее видео на моем канале, прошлое видео на моем канале, как раз посвящено этому бренду. Я только начинаю пробовать. И, кстати, сегодняшний макияж, это буквально следующий после того, которое я делала в том видео. Так что я еще их не пробовала с какими бы то ни было другими тенями, кроме как Makeup by Mario. Сегодня попробуем с Тами. Даже без закрепления пудрой, которая здесь есть, здесь есть специальная пудра для закрепления этого праймера, мне эта база не кажется липкой. Но давайте я закреплю этой пудрой верхнюю часть под бровью, чтобы было легче растушевывать. Ну и вообще для чего-то же здесь сделали эту пудру, надо ей пользоваться. Я, кстати, сегодня ранненько начала делать макияж. Обычно я в это время вообще еще сплю, но чтобы успеть сегодня что-то снять, пришлось встать пораньше. Я возьму матовый из палетки «Дивный голос скромной птахи», наберу светлый матовый, который называется 009, и нанесу в складку. Простите, это было не 009, а 007. Оттенок 007, без права на убийство. Теперь вот я как раз беру 009 и буду наносить во внешнюю часть верхнего века и на нижний век. Я на самом деле думала сосредоточить свое внимание вот на этой сиреневой части, но решила, что я возьму сегодня этот мультихром, потому что, ну вот, например, я знаю мою подругу, он интересует, и я хочу его показать. Так что мультихром 086, поскольку это мой год рождения, то я даже запомнила его название. 086 я наношу на центр века. Так он выглядит на нелипкой базе. Давайте на вторую сторону я все-таки нанесу базу Urban Decay, посмотрю, есть ли какая-то разница. Сейчас она чуть-чуть подсохнет. По интенсивности я никакой разницы не вижу. Я вернусь к первому матовому. Вот этот шиммер, который называется 0 по 78, я хочу нанести на нижнее веко с внутренней части. Небольшой кисточкой. И я даже ее сбрызну спреем, чтобы ничего не посыпалось вдруг. Я вот немножечко поправляю края кисточкой, кисточкой и все тоже наносится. Теперь во внутренний уголок я нанесу соседний с мультихромом оттенок, это будет какой-то 5. 087, ну правильно, 86, 87, 88, 89. Тут окажется все по порядку. От 83 до 89. Ну, я надеюсь, что на фотографиях, на макрофотографиях, которые я сделаю, будет видно зеленый перелив, потому что на видео мне его не поймать. Мой совет наносить мультихромные оттенки, если вы хотите увидеть перелив на большую площадь. То есть, например, на моих глазах, если я нанесу какой-нибудь мультихром во внутренний уголок или на какую-то небольшую часть верхнего века, то я перелива не увижу. Ну, то есть, разве что этот оттенок будет выглядеть разным, если поменять освещение. Ну, как-то так. А вот этого именно перелива, преломления видно не будет, потому что ему нужна площадь. Даже если вы посмотрите на свотч, если взять какой-нибудь небольшой кусок свотч, то там не будет видно этого перелива. Он достигается за счет площади. Я нанесу черный карандаш в межресничку. Черный карандаш я нанесла, и давайте его же нанесу немножко во внешний уголок для затемнения. Я это буду делать при помощи небольшой кисточки. Приблизительно вот так я набираю на кисть черный карандаш и буду затемнять уголок. Это же можно назвать, наверное, растушеванной стрелкой, не знаю. Я сейчас хотела добавить матового, но ошиблась, промахнулась, потому что я использовала вот этот оттенок, а добавила вот этот более темный и более коричневый. Карандаш от NYX нанесу на нижнее слизистую, на нижнее веко. Нанесу тушь и вернусь к вам. Итак, я нанесла тушь. Вот что у меня получилось. Я уже сделала макрофотографию, но вам придется использовать свою фантазию и додумать, потому что на видео вообще не видно переливов. На фотографиях я вам сейчас сразу показываю, как выглядят макрофотографии. На фотографиях этот перелив заметен, но, наверное, в жизни он ярче, и в жизни он постоянно меняется. От поворота головы вот этот перелив, он как бы передвигается по веку, то он с внутренней стороны зеленый, то с внешней стороны что-то салатовое мелькает. Поэтому в жизни это интереснее, чем на фото, ну и уж тем более на видео. К сожалению, на видео все достаточно грустно, потому что никаких тебе переливов здесь нет. Ну, тут уж мои способности, моя техника, я не знаю, что не позволяют мне передать всю красоту мультихромов. Дело касается не только этого конкретного оттенка, а вообще всех. Это причина, по которой я не снимала до сих пор видео о мультихромах, которые есть у меня в коллекции. Это мультихромы инди-брендов, они достаточно яркие, но на видео у меня не получается это все запечатлеть. Кстати, у этого сегодняшнего призматика мультихрома, вот он посередине, он розовый и салатовый. Ну, в общем, этого не видно, он розовый и салатовый. У него светлая, если не сказать, что прозрачная база, и мне это нравится, потому что мультихромы на черной базе, они, как правило, да, яркие, но моя рука к ним не тянется, и они лежат у меня без дела. А вот то, что со светлой базой, я использую, и думаю, что этот я тоже буду использовать. Мне кажется, их просто как-то проще вписать в макияж. Странные звуки, это опять кошка. Собаки ушли гулять, а кошка ходит и ищет их. Давайте я покажу вам поближе макияж, который у меня получился, но еще раз говорю вам, что вам придется додумать, что вот на самом деле это все переливается у меня. Мне понравился и макияж, и палетка, которую я сегодня использовала. Здесь собраны интересные цвета, но она абсолютно не самостоятельная для меня. Я хочу, чтобы это было понятно, что это палетка дополнения, палетка украшалочек. Она отлично будет работать с какой-нибудь базовой, нейтральной палеткой, в которой есть матовый, и она будет классным дополнением, но просто с этой палеткой я вот не стану делать макияжи, так что имейте это в виду. Я буду еще пробовать, потому что я сегодня попробовала только три оттенка, тут еще есть четыре, мне, как вы знаете, нравится, как подбирает тамми оттенки. Вот смотрите, вот эти три верхних будут классно сочетаться вместе, кроме того, я уже даже знаю, с чем я хочу сделать тот макияж. Вот у меня матовый от Sydney Grace, плюс вот эти три шиммера, и будет что-то красивое. Я обязательно сделаю такой макияж как-нибудь потом. Сегодня я решила использовать этот призматик, мультихромный оттенок 086. Я запомнила, я запомнила этот номер, что не мудренно. Вот он, отряхивается это мой пес. Палетка мне понравилась, буду тестировать дальше по поводу стойкости. Я не знаю, как эти тени на мне держатся, расскажу вам позже. Пока все хорошо, и да, предыдущие палетки Тами, которые я пробовала, на мне держались хорошо на праймере, на базе под тени. Я знаю, что это не у всех так, читала ваши комментарии, но делюсь своим опытом, на мне все держится хорошо. На этом я буду заканчивать мое видео. Спасибо вам большое за то, что посмотрели его, за то, что провели со мной время. Если вам было интересно, если вы узнали что-то новое, ну или вы просто хотите меня поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также вы можете нажать на колокольчик, и тогда вы не пропустите мое следующее видео. И напоминаю, внизу есть ссылка на инстаграм, там каждый день, ну или почти каждый день сейчас, появляются новые макияжи. Пока-пока! Небольшое включение, я прервалась снимать видео, потому что собаки вернулись в прогулки, я мыла. Посмотрите, какой красавчик, какой красавчик!